Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, я вчера записал ролик с сведениями из Блумберга о том, что на десятки процентов упал транзит, точнее экспорт российской нефти танкерами. Ну, за трубопроводы даже не будем говорить, потому что он там упал процентов до 90 у них, да? Так вот, танкерами. И многие начали писать, такого не может быть, потому что российская статистика дает совершенно другие данные. Блумберг не прав, и значит, они все больше и больше нефти выхлюпывают на рынок и зарабатывают все больше и больше денег, вообще все цветет и пахнет. Это не так. Значит, российской статистике верить, ну, мягко говоря, может только идиот. То есть там все фейковое, все липовое и все надутое. Что такое российская статистика? Ну, те, кто постарше, те помнят папу российской статистики, это советскую статистику. Ну, вот я вам сейчас расскажу, значит, еще в 87, 88, 89 годах нам рассказывали о том, как наша экономика цветет и пахнет. И убедительно, знаете, так сидел вот этот Фарид Сейфульмулюков, потом вот этот мордатый такой, не помню, вот с такой вот мордой здоровенной сидел. Бовин, Бовин, по-моему, и прочее, и прочее, и прочее, но Бовин-то еще нормальный вариант был. И рассказывали нам, как ужасно жить на Западе, и какие, посмотрите, замечательные цифры в Советском Союзе. Просто посмотрите, рост сумасшедший, да, все замечательно, а советские танки самые танковые в мире. Кстати, полное дерьмо на поверку оказалось, да, вот когда дело дошло, да, особенно в плане выживаемости экипажа, когда у экипажа под ногами находятся снаряды, ни в одной армии мира такого нет, идиотизма. Это только в танках Т, вот, ну марки Т, Т-72, Т-64, Т-90 и так далее. Все взрывается вместе с, хотя за Т-90 не буду говорить, я не знаю, Т-80 точно. Вот, а это же большая часть российских танков, да, и все взрывается вместе с Люми. Да, в то время как у всех остальных оно вылетает просто в зад, и экипаж остается целым. Ну, это же не про Россию, не про Советский Союз. Да, так вот нам рассказывали, что в Советском Союзе все такое замечательное. Посмотрите на цифры, мы растем, мы, уху-ху, у нас самая передовая промышленность, мы гаек насверлили больше, чем болтов, да, и автомобили ЗИЛ выпустили, посмотрите, 100-500 миллиардов, даже в Гвинею поставили 762 штуки, они их сразу на металлолом китайцам продали. Вот, вот все же растет, и шо? И в 90-м году совка не стало. А еще буквально за полгода до того, как его не стало, нам рассказывали, что все хорошо, все замечательно, все растет, все просто пышет здоровьем. Вот, и, собственно, и все. Сегодня российская статистика, это советская статистика времен, времен Горбачева. Да, то есть, какие-то там они, даже, понимаете, при Горбачеве в СССР был шанс выцарапаться. Там просто сама, как бы, слабость Горбачева, как персона, оказала большое влияние. Вот, а здесь, вот представьте себе, Россия сегодняшняя, это как Советский Союз. Вот представьте себе, что Брежнев не умер. Брежнев, кстати, не глупый мужик был, да, вот, но под конец жизни, понятно, с годами уже голова стала отказывать. Это мы помним, да, и вот представьте себе, что вот Путин в 70 с чем-то лет, это можно сравнить с Брежневым, вот, если бы он прожил бы Леонида Ильича лет 90, вот, по мозгам было бы, потому что Путин всегда был дегенератом, да, вот. Ну, а, то есть, у него ума никогда не было от слова вообще. Чисто к хибистке вот эти вот манеры, шивен, дыр, пындри, кого-то там где-то зарезать, подрезать, убить, нагадить и так далее. То есть, Леонид Ильич, конечно, был на порядок умнее, товарищ, чем Путин. Но если бы ему исполнилось 90 лет, то он где-то можно было бы сравнить с вот этим вот чмом кремлевским. Вот. И вот представьте себе, что Брежнев прожил 90 лет, уже Советский Союз валится, все, ему там рассказывают фейковое дострижение, он сидит, значит, и принимает вот это от своих министров вот эти все доклады и т.д. и т.п. Ну, как-то так. Поэтому вот в такой же степени можно, как говорится, верить российской статистике. Смотрите на советскую статистику, там, 88-го года, 7-го года, там, даже, может быть, 9-го. В 9-м начинали уже мозги прям у некоторых проявляться, начинали спрашивать, да, все так замечательно, а сахар где? Вот. Так и на России, да. Это все, знаете, это все, знаете ли, о затише перед бурей. О буре эту Россию просто в чертовой матери сметят. Вот увидите, попомните мои слова. И несмотря на всю статистику фейковую, которую они там выдают.